Цель любого бизнеса Извлечение прибыли и производства техники Лучший тому пример А потому все эти разговоры Про легендарное имя Про традиции марки Все это как бы неприятно нам это не было Инструменты увеличения продаж И сегодня у меня для вас горячая штучка Горячая новинка мотоцикл Который на данную секунду времени Кроме меня никто вам не покажет Вот он Это как раз хороший пример тому Что не меняясь Застывший в тех самых традициях Уверовав в непоколебимость И нерушимость собственных принципов Компания может и увянуть Она должна меняться Она должна экспериментировать Она всегда должна двигаться вперед Что бы там ни говорили ее старые приверженцы Этот мотоцикл называется Харли Дэвидсон Стрит Род И он очень-очень необычный Для тех, кто в танке А потому все пропустил Напоминаю В 2014 году Компания Харли Дэвидсон Для многих неожиданно Представила модель Стрит 750 Это был в некотором роде взрыв мозга Потому что, во-первых По меркам Харлей Это практически Малокубатурный скутер Всего-то 750 кубиков Объем двигателя Но вэтвин, к счастью Во-вторых Это главное Машину делали Не в мелуоке Не в царстве Вот знаете Классического Американского Мотопрома Не на святой земле А в Индии Понимаете? В Индии И на самом деле Для тех, кто Буквально Даже не почитал А поклонялся Харли Дэвидсон Это был удар Который мог привести К тяжелым последствиям Медицинского характера Не скрою Я сам воспринял Ту новинку Без особенного энтузиазма Я снимал про нее программу И мне тогда Многое не понравилось Ну, во-первых Вся эта индийская история Как-то резала душу Во-вторых Качество исполнения Из того мотоцикла Где-то торчали Неаккуратно проложенные провода Там были какие-то Мелкие Не то чтобы дефекты Но недоработки Ты смотрел на него И понимал Это Харли Сделанный без любви Это Харли Сделанный со скидкой Понимаете Какой-то изначальный вариант Для дешевой распродажи Тогда Мне все это Не понравилось Но Любая серьезная компания Умеет Исправлять ошибки И развивать Те идеи Которые поначалу Могут показаться Бесперспективными Стритрод Отличный тому пример Потому что Парни из Милоки Взяли ту самую Платформу Стрит 750 И сделали На ее основе Еще одну модель Они назвали Юстритрод Именно так называлась Одна из модификаций Знаменитого Верода Маслбайка С мотором Над которым Поработали В том числе Инженеры Порчи Понимаете О чем речь Здесь Инженеры Порчи не работали Это Первоначально Стрит 750 Но очень-очень-очень Сильно допиленный Вот что интересно В Харли и Дэвидсон Отлично понимали Одну штуку С одной стороны Чтобы развивать Линейку Стрит Нужны новые мотоциклы С другой По меркам Харли и Дэвидсон В его нынешнем виде Компактный 750 кубовый Мод Это Букашка И поэтому Не надо Обвешивать его Сразу Кофрами Ставить На него Какие-то Злые катки И вообще Изображать из него Настоящий Круизер Потому что На фоне Остальных моделей Он попросту потеряется Нужно использовать Его плюсы И по возможности Как-то нивелировать Минусы Что они сделали С маленьким Юрким Стрит 750 Чтобы получить Стрит Рот Они его Царски перепилили Во-первых Это мотоцикл Выше того самого Стрит 750 Причем заметно По седлу На 10 сантиметров Потому что Здесь 70 с чем-то Сантиметров Высота его Там была 60 Неважно Важнее даже здесь Дорожный просвет Там 15 сантиметров Тут 20 Плюс 5 Плюс 5 сантиметров Дорожного просвета Это я вам скажу Разница То есть Мы уже начинаем Понимать О чем пойдет разговор Это достаточно Я бы даже сказал Агрессивный Такой Городской мод На котором Можно куда-то Запрыгнуть Откуда-то спрыгнуть Ты не паришься Что зацепишь Какое-нибудь Небольшое Или даже Большое препятствие Рамой Первый момент Второй Двигатель Он Приподнялся Соответственно У нас Высокий Центр тяжести Ну да Как бы Более маневренным Он наверное стал Вилка Вот тут На самом деле Все из мелочей Стоит Ее угол Угол ее установки Сильно изменили Она стала Более вертикальной Более спортивной 32 градуса Было 27 градусов Стало Сама по себе Вилка Перевернутого типа 43 миллиметра Диаметр Перьев Настройки Кстати говоря Нет Это все таки Бюджетный Мотоцикл Будем об этом Помнить Зато Тормоза Между прочим Два тормозных Диска Двухпоршневые Суппорты И в принципе Ну достаточно Убедительная Система Задние Задние Амортизаторы Вроде бы С кое-какими Настройками Честно сказать Опять нет Времени Поковыряться Вынесенными Дополнительными Емкостями Воздухозаборник Обратите Внимание Стритер Вот прям Практически Хотор Практически Дрэкстер Воздухозаборник Не какая-то Круглая Блестящая Крышка Фишечка И вот Мы получили Такой Достаточно Агрессивный Боевой Мотоцикл Для города Что Интересно То, что Этот Харли Дэвидсон Он С одной Стороны Не похож На Другие Харлей А с другой Он похож На мотоциклы На которые Харлей Давненько Не походили Ребята У меня Просьба К постоянным Зрителям Мотозоны Пожалуйста Не поленитесь Потратить Три секунды Напишите В комментах Две цифры Ваш возраст У меня Есть кое-какие Догадки По этому поводу Я хочу Либо их подтвердить Либо опровергнуть Две цифры И все Но я понимаю Что у кого-то Возраст стоит Из одной цифры У кого-то Из трех Но это все-таки Исключение Пожалуйста Не поленитесь Мне интересно Поехали дальше Пусть этот термин Нигде и не мелькает Эта штука Очень напоминает Современное прочтение Жанра Скрэмблер Знаете Уже хотя бы Потому что Ближайшие аналоги В мире мотоциклов Которые Лично у меня Напрашиваются Это Дукатискрэмблер И Триумф Скрэмблер Вот такая история Здесь правда Выхлопная система Более-менее Обычная Традиционная Не стали делать трубу повыше Но с таким дорожным просветом Что-то такое внедорожное Слегка в машинке есть Теперь о нюансах Двигатель Вот это Самая-самая-самая Фишка Потому что Да Здесь Те же самые 750 кубиков Что и на Стрит 750 Но По сути Это другой мотор Мотор называется High Output Revolution X High Output Это повышенная отдача То есть В принципе Объем такой же Как у Стрит 750 750 кубиков Дальше отличия Во-первых степень сжатия Ее увеличили Она не 11 к 1 Как там А 12 к 1 Первый момент Второй Система подачи топлива Ее опять же допилили так Что Ну вот Вульгарно говоря Топливо в мотор попадает больше Обороты Он крутится до 9000 То есть Если вы вообще понимаете Что такое Harley Davidson То 9000 Это черт возьми Много Поэтому Мощность здесь Возросла и возросла Заметно На 20% Между прочим По сравнению С тем же Стрит 750 А 20% Это много Хотя конечно Мы понимаем Что отчасти Все это связано С повышенными оборотами С 9000 Если мне сейчас Не изменяет память 68 лошадиных сил В нем есть И это кстати Для 750 кубиков Результат Очень даже нормальный Я вам скажу Крутящий момент По памяти Не вспомню Он возрос На 8% Ну то есть Понимаете Когда мощность Возрастает Больше чем крутящий момент Это значит Что двигатель Сделали более оборотистым Это конечно же Городская штучка Это очевидно Но У меня не будет Сегодня возможности Вам это продемонстрировать Но Свои Как бы Косячки Тоже есть Харли Дэвидсон Это ретро Это традиции Как ты не крути Поэтому Они сдали не просто Городской мотоцикл А как бы Опять же Скрэмблерный вариант Такой Да Поэтому У нас здесь Руль-палка Впереди В нем есть Что-то слегка Кроссовое Что-то от Дрэкбара И Зеркала Мутненько Поставили На краях Этого самого Руля Но Черт подери Сам по себе Руль Вроде бы Не слишком широкий Но его не назвать узким А с этими зеркалами Габаритная ширина Знаете ли парни Становится Чертовски Заметной Потому что Я на нем покатался И скажу честно Зеркала Лично для меня Стали проблемой Потому что Когда ты едешь На мотоцикле Ты физически понимаешь Где заканчивается руль А вот где зеркала Заканчиваются Ты физически не понимаешь Вот эта разница Где-то на взгляд Четырех Пяти сантиметровая Она Становится Проблемой Я и тем и этим Задевал зеркала Машин по соседству Ну То есть Надо понимать Зеркала Они конечно Как-то складываются Даже если вы Ими заденете В принципе Ничего страшного Не произойдет Ну на разумной скорости Ну оно собьется Надо останавливаться Его настраивать В пробках И в мишряде Все это не тема Короче Вот эти зеркала Честно говоря Могут стать проблемой Что еще В этом мотоцикле Лично мне Не вполне По нраву Сейчас покажу Во-первых Пульты Потому что Ну ребят Вы как хотите Они простоваты Просто такие Знаете Пластмассовые штуки К тому же Фирменная Харлейвская фишка Да Здесь один поворотник Включается Ой Извините Здесь один поворотник Кнопкой Здесь второй Здесь Как заведено На всех прочих Мотоциклах мира Вот такой Единый переключатель Сделано Конечно Без любви Сделано Не буду говорить По дешману Но видно Что это Начальная модель Вот это Пожалуй Знаете Минус Приборочка Традиционная Кстати говоря Экран Как и на Харлеях Которые В три раз дороже В принципе С одной стороны Все есть С другой Почти ничего нет И для Харли Дэвидсона Это нормально Дуги сделали Дуги Это хорошая Приятная штуковина Сразу скажу Одну вещь О которой Кое-кто из вас Наверное подумал Чтобы Этот мотоцикл Несмотря на свою Неканоничность Сохранил Все-таки Приемственность Фамильным чертам Харли Дэвидсон В нем Установлена Интересная система Это даже Не столько Система Сколько Игра Игра В которую Владелец Играет Постоянно Покуда Катается По городу Она называется Поймай нейтралку На Харлее И если вы Сели на этот мотоцикл Первый Там или второй Раз И сумели На трех Светофорах Подряд Поймать нейтралку С первой попытки Я вам отвечаю Вы получили Право Повесить себе Вот сюда Нашивку Один процент Реально Потому что Остальные Девяносто девять Процентов Мотоциклистов С этой задачей Не справятся Точно Второй прикол Выпускная Система И все Прочее Подножки Здесь установлены Таким образом Что сюда Было толком Невозможно Нормально Вкорячить трубу Поэтому на трубу Поставили Подставку Вам под пятку С той стороны Ни трубы Ни подставки Соответственно Нет Поэтому здесь Очень забавная Ситуация Когда вы едете На мотоцикле У вас Как бы Одна нога На подножке А вторая На платформе Вот честно Говорить С непривычки Поначалу Чертовски Странное чувство И честно скажу Тянуться здесь До Заднего тормоза Это так себе Задачка Вот С точки зрения Эргономики Вот признаться Косяки есть На мой взгляд Конечно же Что еще добавить Светодиодная Светотехника Ну Помимо фары Конечно А в целом Ну 13 литровый Бак Хорошо И собственно Говоря Все Я больше не буду Перечислять цифры Из таблиц Давайте-ка Лучше Прокатимся Простите за попас Но скажу так Этим мотоциклом Харли Дэвидсон В моих глазах Реабилитировался За стрит 750 Потому что Ту затею Я не понял Я Воспринял ее Исключительно Как Способ Заработать Каким-то Новым путем Здесь Той же Самой идее Придали Дополнительные Смыслы Придали Значение Я наконец Понял Что Вот эта Платформа Стрит Она в общем-то Нужна Не только Для того Чтобы Накроить В ней Есть Какие-то Дополнительные Возможности Тут Они В определенной Степени Раскрыты И этот Мотоцикл Он может Полюбиться Он может Вызвать Какие-то Другие Эмоции Но Во всяком Случа В нем Есть Смысл Эта Штука Довольно Резвая Надо Отдать Ей Должное Мотор Хорош 68 Лошадиных Сил При 750 Кубиках Для Вэтвина Но Это Неплохо Согласитесь Хватает Самых Низов Во всем Диапазоне Очень Даже Бодро Ездят Тут Вопросов Нет Вопросы Есть Но Не по Части Стиля Больше Потому Что Вот Этого Клокотания Знаете Фирменного Вот Этой Могучей Дрожи Вот Этого Всего Не Хватает Это Ну Давайте Будем Откровенны Не Совсем Харлей В Привычном Современном Понимании Мотоцикл Тихий Мотоцикл Шелестит А не ревет Мотоцикл Тянет Ну Знаете Вот Этого Ощущения Избыточности Фирменной Королевской Этого Ощущения Такой Суровой Стальной Мощи Да Его Не хватает Но Просто Давайте Примем Как данность Это Другой Мотоцикл Это Другой Харли Дэвидсон Тут Все Встанет На Свои Места Кстати Говоря Коробка Передач В отличие От двигателя Как я понимаю Точно Такая Же Как На Стрит 750 Все Передачные Отношения Одно В одно Мне Надо Сказать Не Очень Понравилась Первая Передача Потому Что Она Есть Какая Ну Очень Нервная То Есть Вы Ее Включаете Она Вроде Б Сначала Мотоцикл Рвет Но Стоит Чуть Под Отпустить Ручку Газа И он буквально Зарывается Носом Потому Что Эффект Торможения Двигателя Ну Просто Чрезвычайно Выраженный Через Некоторое Время Пытаешься Как Можно Скорее Перейти На Вторую И Ниже Уже Не Опускаться Без Особенной Нужды Если Верить Циферкам То 4,5 Литра На Сотню Он Ест То есть Бак Это 2,5 Сотни Километров Абсолютно Нормальная Величина Тут вопросов Нет Кое-какие Вопросы У меня остались В подвеске Потому что Ну вот знаешь Назвался Харлеем Но надо Все-таки Кое-где Держать Планку Потому что Вот этого Знаете Харлеевской Плавности Харлеевского Комфорта Здесь Ну по-честному Говоря Остро Не хватает Это Мотоцикл Какой-то Другой Породы Ну я Постоянно Об этом Говорю Но это Так и Есть Эта мысль Просто Не выходит Из головы Другой Другой Ну и Вот смотрите Ставлю Ноги На асфальт И буквально Они у меня Втыкаются Вот в эти Подножки Вот о чем Я и говорил Вот это Честно говоря В этой модели Мне не нравится Посадку Наверное Заметили Да Вообще Ни Корлеевская Ни разу Здесь Как-то Интуитивно Хочется Съехать Поближе К баку Ну как Учили В мотошколе Черт В мотошколе Я Еврик Вспоминаю На котором Там гонял Понимаете Не Роткин Не Электроглайд Еврик Потому что Вот знаете Совершенно Другой породы Мотоцикл Другого Гинокода На нем Едешь И ощущение Такое Что под тобой Какая-то Азиатская Машина Хорошая Прикольная Но не Американская Черт возьми А это Все таки Харлей Сам сказал Что забудьте И постоянно На это Слетаю Но я не могу С собой Ничего Поделать Блин Главная Проблема Съемочного Процесса Что ты должен Ехать Медленно Меня Я только что Наказала Аха Когда я ехал На Харли Дэвидсон Господи Студобат Какая Боже Ты мой Приборка В целом Неплоха Но цифры Очень мелкие На спидометре Прямо До обидного Мелкие Собственно Говоря Ты определяешь Скорость Только Когда запоминаешь Где какая цифра Находится По положению Стрелки Не по тому Что на этой шкале Написано Что касается Самого Основного Так сказать Экрана Основного Как будто Есть дополнительное То он Примерно Такой же Как на остальных Харлеях Тут вообще Без сюрпризов Можно Электронный Тахометр Сюда вывести Номер Включенной Передачи Ну в общем Стандартный Харлеевский Набор А вообще Это мотоцикл Открытие Потому что Мы как то Забыли о том Что Харли Дэвидсон Может быть Чем то иным Кроме как Заложником Собственной Легенды Когда то Эта марка С легкостью Упускала Очень странные Вечи Скутеры Спортбайки Прости господи 125 кубовые Пусть это и был Итальянский Аэроматчи Но сейчас За шаг вправо Шаг влево От собственного Имиджа Многие Поклонники Подвергают Марку Астракизму А они Осмелились Они смогли Они сделали Что то Что выходит За рамки Привычного Это на самом деле Достойно Уважения И кстати Да Если у вас Такая Пренебрежительная Усмешка По отношению К этому Пайку На губах Появляется То я вам Скажу напрасно Не стоит забывать О том Что Семейство Стрит Каким вот Мы видим Его сегодня Повторяет Судьбу Спортера Когда то Очень давно Его сделали С той же Самой целью Привлечь К марке Молодежь Что без Людей Которые Не могли Покупать Дорогие Мотоциклы Для них Сделали Что то Попроще Что то Подоступнее Что то Такое Что смогло Чтобы помочь Стать им Частью Семьи Харли Дэвидсон Но Все равно Ты сидишь На этой Штуке И чего То Ждешь Ты сидишь На этой Штуке С ощущением Что ты Чего то Не понимаешь Но Вот Вот Разгадаешь Тайну Тут же На баке Написано Харли Дэвидсон А где Вот это Вот Все И знаете Что В конечном Счете Ты это Находишь Я сейчас Повторюсь Но не могу Этого Не сказать В конечном Счете Ты останавливаешься Начинаешь Искать Нейтралку Днем С огнем И вот Тут Вспоминаешь Что едешь На Харли Дэвидсон Ух Кстати Говоря Я думаю Что Имидж Этой Модели Доработает Кастомайзера Потому что Как раз В контексте Небольшой Цены Это Между прочим Отличная Заготовка Под проекты В чем то Ничем не хуже Спортстера Слушайте Пока я на светофоре Ищу Нейтралку Скажу Такую штуку Все таки Есть одна Проблема У этого Байка Которая Вот как По мне Никуда Не делась Вот В нем Не хватает Железа В нем Все таки Многовато Пластмассы На самом деле В обычном Стрит 750 Это напрягает Больше Он как бы Повторяет Харлининскую Эстетику А эта машина Отличается Поэтому Кое что Стрит Роду Простить Можно Да и хочется Простить Но все таки Вот эти Пульты Но все таки Вот чуть Разболтанные Рычаги Как бы Железа Сюда Побольше Побольше Железа Железа Не хватает Ему В организме Лично Лично Меня В судьбе Этого Мотоцикла Больше всего Беспокоит То Что он Будет Играть На чужом Поле Понимаете То есть Это Это Как бы Лакшери Бренд Который Сделал Мотоцикл Мотоцикл Сравнивать можно с такими машинами, с которыми очень давно не сравнивали ничего из ассортимент Харли. Это любопытно, это движение вперед, это всегда хорошо, как бы вы к этому не относились. При этом, по-честному, вариант немой. Несколько есть тому причин, одна из них сейчас покажу. Вот когда вы садитесь на мотоцикл, убираете подножку, вот эти штуковины, на которые следует класть ноги, они как раз-таки по ногам и долбят, когда вы останавливаетесь на светофоре и встаете. Этот момент жутко мне досаждал, когда я знакомился со С-3750. Я синяки себе набил на этих местах, сажусь на сильно доработанную машину, сделанную на той же платформе, сталкиваюсь с тем же самым. Может, я что-то делаю не так, может, я чего-то не понимаю. Если расклад именно таков, ну, поясните, где я не прав. Что касается остального, то я, честно говоря, где-то даже рад за Харли Дэвидсон. И я думаю, что их план по увеличению количества покупателей на новые миллионы, миллионы и миллионы желающих стать членами семьи, он, наверное, реализуем. Может, не полностью, но хотя бы частично. Но самое главное, чтобы вся эта история, она бы все-таки не размазала, как-то, знаете, не затмила то, за что мы все-таки в основном и любим эту марку. Не думаю, что такое случится, но посмотрим. А что касается этой машины, то, вот знаете, насколько сильно мне не понравился стрельс 750, настолько же сильно удивил меня этот мотоцикл. Потому что для меня вот Харли Дэвидсон раскрылся с совершенно неожиданного ракурса. А как вам вот эта штуковина? Расскажите в комментах, потому что мне чертовски интересно. Я, Кириллович, на Харли Дэвидсон прокатился.